всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я немножко расскажу покажу сразу хочу сказать что то что я показываю на ютубе вот фрагменты какие-то рассуждения тренировки это никоим разом не дает целостную картину всего тренировочного процесса который проходит в группе поэтому если вы думаете что вы их вот так кусками что-то выхватите из этого получится стройная система то ее не получится поэтому кто хочет более углубленно и с пониманием подойти к этому вопросу я имею ввиду куксартрозники некрозники сколиозники то я оставлю внизу ссылку в комментариях будет такая статья моя и там ссылочки как ко мне можно обратиться и куда написать ближе к телу сегодня я хочу рассказать о том что нет повторить я уже много раз повторяю нет упражнения одного которое бы могло вылечить или дать вам освобождение от куксартроза или асептического некроза есть система совокупность упражнений или системное выполнение одного упражнения которое может облегчить ваши страдания не излечить а снять тот болевой порог уменьшить его сделать более терпимым или убрать есть все зависит от степени заболеваний и так я иду в разрез общему представлению вы все такие уже грамотные вы уже ходили фитнес-клубы читали разные книги и знаете что существует понятие периодизации когда везде тренера говорят что нужно разбивать тренировки по циклам что сегодня тренируем ноги это самая простая периодизация сегодня ноги тренируем завтра грудь послезавтра спину сначала ноги мы тренируем в понедельник тяжелые потом в пятницу а это будет легкие там в следующий понедельник средняя нагрузка это самый такой простой подход к периодизации на самом деле если вы расскажете грузчику подойдете грузчику он там например например на мясном складе грузит туши коров и вы скажете ты неправильно работаешь тебе нужна периодизация а иначе ты оторвешь себе что-нибудь или у тебя приступ будет инфаркт какой-нибудь или давление поднимется грузчик вас пошлет нахер ну так это мягко говоря да может жестко что-то сделать если вы подойдете к строительству я вот знаете хочу рассказать пример я на стройке работал и мы плитку уложили на высотных зданиях 9 так мы в советское время 9 этажки 12 этажки плитка клалась на жидкий раствор вот этот жидкий раствор подавался по трубам снизу там его готовили под давлением он поднимался но бывало так что машина испортилась этот механизм и надо план выполнять деньги зарабатывать а раствор не идет по трубам значит ведра в зубы и пошел с первого этажа там на девятый на восьмой на двенадцатый поднимать а это знаете в ведре раствора сколько это чтобы положить там квадратный метр не положишь грубо говоря поэтому то же самое если вы скажете строителю что существует периодизация нагрузок он вас тоже пошлет куда подальше поэтому возвращаемся к теме кокс-артрозников и я постараюсь рассказать систему свое восприятие тренировок и как я делаю вот самое золотое упражнение одно из золотых упражнений это уже показывал это разгибание ноги я взял 12 килограмм статично закрепил ногу и пытаюсь разогнуть за счет квадрицепса да без разметки тяжеловато сегодня кстати вот я пришел только что из зала из питанс клуба и там я тоже делал в станке это упражнение и вторая нога да понятно движение вот сколько его делать как его делать когда его делать зачем его делать я о нем рассказывал если я ну давайте повторюсь работа идет вот кокс-артрозники все знают прямая мышца бедра которая входит в квадрицепс квадрицепс это четыре мышцы и одна из четырех является прямой мышцы бедра двухсуставная то есть она разгибает колено и она еще разгибает тазобедренный сустав поднимает вот когда я поднимаю ногу сгибает это прямая мышца прямая мышца сгибает и разгибает колено вот это прямая мышца ее функция она двухсуставная она теряет мышечный тонус Да, она теряет мышечный тонус Так же как мышечный тонус пропадает в ягодичной мышце, так и в прямой мышце ноги она уходит Если у вас острая степень коксартроза, то вы ее даже не увидите Если она раньше как-то проявлялась, то вы ее можете не увидеть Ваши шаги становятся нестабильными То есть это та мышца, которая работает на два сустава, дает стабилизацию во время ходьбы То есть вы когда стоите, коксартрозики, это тонкие вещи, которые не понимают здоровые люди Когда вы стоите, вы все время переминаетесь ноги на ногу Вам тяжело идти, вас клонит вперед Вы смотрите с высоты, вам высота уже напрягает Потому что вы уже теряете координацию при ходьбе Это все прямая мышца ноги Потому что не хватает одного квадрицепса, потому что остальные мышцы там односуставные Вот есть еще партняжная двухсуставная Поэтому ее нужно закачивать Вот проверьте то, что я сейчас говорю Сделайте это движение, вот это движение Прокачайте мышцу, и вы встанете, и у вас будет стабилизация в ноге Вы почувствуете стабилизацию хорошую в ноге Вы будете четко ощущать пол, ковер, асфальт, неважно Вы будете понимать, что это упражнение для вас Для коксартрозника это упражнение абсолютно не страшное Потому что здесь вы работаете с коленом Ваш тазобедренный сустав находится в закрытом состоянии То есть мы в сидячем положении Он не болит, нету никаких позывов Поэтому вы можете спокойно разгибать ногу Поэтому оно является очень полезным Потому что включается прямая мышца ноги Но при этом не работает тазобедренный сустав Это очень близко похоже к велосипеду На велосипеде вы сидите, таз зажат, то есть он статичен А колено работает Но это более изолированная работа, более интересная Здесь можно выполнять это дома, без велотренажеров Как с ней работать? Вот сейчас я самое главное скажу Работайте каждый день Каждый день работайте Два раза в день работайте Но как это делать? Возьмите вес Ну, например Вот я возьму, вот сейчас я 12 пробовал, что тяжело 6 килограмм я возьму Допустим, у нас понедельник В понедельник После основной тренировки Я решил дополнительно сделать данное упражнение 6 килограмм Закрепил ногу Чтобы она там не свисала И пошел Шестью килограммами я могу делать это упражнение Ну, раз, наверное, 50 Много раз могу сделать Хорошо Я сделал один подход До состояния сжения давил Когда у меня здесь появилось закисление в мышцах Один подход я сделал На левую, на правую ногу Ну, максимум 2 Ну, минуты 2 отдохнул Максимум 2 Второй подход сделал Все на этом В понедельник Все Хватит Во вторник я хочу Опять загрузить прямую мышцу Я возьму не 6 килограмм А возьму 8 килограмм Сделаю уже Не 2 подхода по 40 По 30 раз А 4 подхода По 15 По 20 Потому что будет 8 тяжелее делать Прогружу На это уйдет чуть больше времени Минут 20 Все Сделал хорошо Среда наступила Я беру 12 килограмм Делаю 6 подходов Но уже по 10 По 12 повторений Может быть по 15 До отказа тоже Хорошо Хватит На это уйдет полчаса Четверг наступил Я возвращаюсь опять С 6 килограммом И делаю Большое количество повторений В удовольствие 1-2 подхода И опять потом Иду по нарастающим Потом Когда дошел опять До пиковой точки С большим весом Поработал 6 подходов Опять возвращаюсь На 6 килограмм На многоповтор Вы так Не перегрузите Если в крайнем случае У вас апатия И вам не хочется Делать данное упражнение Вы возьмите паузу Один день отдохните Ничего страшного Подержали Подержали 2-3 секунды Опустили Для того Чтобы ваша мышца Не привыкала К однотипной нагрузке То есть вы Делали динамичную нагрузку В течение 2-х недель После 2-х недель Вы можете делать Статично-динамичную То есть подключать Уже удержание В положении Напряжения И расслабления Поработали так 2 недели Попробуйте Увеличить скорость Увеличить скорость Скоростную работу Сделать Или наоборот Медленную работу Сделать Демонстративно Медленную работу Сделать Поднимать Фиксировать Опускать Поднимать Фиксировать Опускать То есть Темп Меняя темп В упражнении Это тоже будет Периодизация Итак Вы делаете В динамике Вы делаете В динамично-статичном Смешиваете Напряжение С удержанием Вы делаете На скорость И вы делаете Чрезмерно Медленно Я вам уже дал Раз, два, три Четыре варианта Как можно Укрепить Вашу мышцу В бесконечном Круге Но Что вы должны Понимать Что сейчас Если я закончу Или вы Не дослушаете До конца Это Упражнение Будет Для вас Губительное Конечно Прежде чем Это упражнение Делать Вы должны Хорошо Растянуть Квадрицепс Через Кочевника Вы должны Проверить На массажном Роле Если у вас Болевые Ощущения В квадрицепсе Если есть То Не стоит Делать Пока Входить В эту Программу Надо Убрать Два Три Пять Дни Пятнадцать Дней Поработать Чтобы не было Болевых ощущений В бедре И после этого Начинаете делать Но Чем Заканчивать Когда вы Закончили Каждую Тренировку Каждый День 10-15 Поработали Одной Ногой Потом Другой Вы Что Делаете Вы Берете Массажный Рол И Раскатываете Садитесь В Кочевника И Растягиваете Вы Снимаете То Закрепощение Которое Вы За 15 Минут Вложили В Тазобедренный Сустав Не В Тазобедренный Сустав А В Квадрицепс Снимите Раскатайте Пробейте Молотком Растянитесь В Сядьте На колени Посидите Это Будет Законченное Действие Вот Так Надо Тренировать Квадрицепс Не Раз В Неделю Не Раз В Три Дня А Каждый День И Не Слушайте Вот Эти Бредовые Когда В Ребилитационных Центрах Говорят Возьмите Там Утяжелитель И Делайте Упражнения Вот Так Три Подхода По 10-15 Раз Что Такое 10-15 Раз Откуда Эта Цифра Берется Это Отвратительно Слушать Даже Ничем Не Мотивировано Ничем Не Аргументировано Просто Слова Паразиты Которые Входят Вот И Фитнес Индустрия Это Есть И В Реабилитационных Центрах Это Есть Никто Не Может Объяснить Что Это Такое Вы Должны Вес Брать Тот Который Вы Можете Делать Максимально 10-15 Раз То Есть Десятый Раз У вас Уже Идет На Надрыве Одиннадцатый Двенадцатый Так Тренируются Профессионалы Так Прокачивают Ноги Вот И Все Не Хотите Ломать Голову Не Хотите Составлять Вам Придется Составлять Этот Список У вас Должна Доска У вас Должен Электронный Дневник У вас Должна Книга Где Вы Должны Это Записать И Там Или Вычеркивать Или Галочки Строить Что Вы Идете В Этой Схеме Тогда Через Месяц Полтора У вас Будет Результат То Что Я И Тренирую В Группе Но Опять Я Вам Рассказал Только Об Одном Упражнении А У Нас Их Сотни И Мы Постоянно Меняем У Нас Шахматная Доска Мы Жертвуем Пешками Мы Ходим Ладьей Мы Ходим Конем Все В Зависимости От Ситуации Вот Не Забудьте Поставьте Вот Этот Лайк Потому Что Просмотров Там 300 500 1000 Бывает А Лайков Там 12 Штук Я У Вас Деньги Не Прошу Просто Надо Поставить Лайк И Все Рукой Трудно Вот Этот Пальцем Нажать Все Спасибо За Внимание Кто Хочет Перейти Ко Мне В Группу Пожалуйста В Комментариях Почитайте Статью И Жду Вас В гости Всем пока Продолжение следует Продолжение следует